Всем привет, друзья! Вы с Аленой, и сегодня мы с вами говорим на тему, как перестать быть хорошим для всех. Хорошим, прекрасненьким, таким вот всем замечательным, но на самом деле, друзья, вот это такая варная история, когда ты неудобен, неудобен для самого себя, вот удобен для всех, такой весь ты угодливый, создаешь там что-то, но ты неудобен для самого себя, вот как перестать быть хорошим и, собственно говоря, идеальным. Мы помним, что многие люди с комплексом отличницы и отличника, они, собственно, имеют низкую толерантность к стрессу, и очень часто выгодно быть, не высовываться, выгодно получать хорошие оценки, дивиденды от общества, для того, чтобы не получать лишнего стресса. Вот Васька с тройбаном, у которого, ну как бы, все хорошо было с рефлексией, да, и он мог еще в третьем классе сказать всем, почему, что и как, вот этот Васька очень легко переносит дистрессовые ситуации. Есть действительно люди, которые к стрессу очень чувствительны, и эта чувствительность, она идет внутри, она внутренне пронизывает тебя, и ты понимаешь, что да, лучше бы мне где-то помалкивать, лучше бы мне где-то смалчивать, лучше бы мне где-то не высовываться. Но когда ты знаешь про себя, что ты гиперчувствительный или эмоционально-сензитивный, то, соответственно, ты пытаешься быть хорошим. Ну давай я тебя немножко разоплачу, как перестать быть хорошим, и как начать жить своей жизнью и делать то, что для тебя важно. Если ты понимаешь, что низкая толерантность к стрессу существует, то действительно для тебя выгодно иногда быть абсолютно не включенным во многие ситуации. А играть в игру не я в домике, а я кирпич. Есть и нет. Но когда ты понимаешь, что вот эта хорошесть для тебя абсолютно невыгодна, и ты можешь из-за этого не получить новую какую-то профессию, не получить новый доход, не переехать, не заявить где-то о себе и не сказать так, чтобы действительно было это актуально для многих, то ты проигрываешь. Ты можешь проиграть деньги, ты можешь проиграть время. А самое страшное, ты можешь проиграть свою жизнь. И когда ты пытаешься быть хорошим для всех, на самом деле ты избегаешь и мнения о себе, и избегаешь состояния, которое ты можешь испытывать, потому что другие как-то не так о тебе говорят, думают, делают, ну что-то такое создают. И это все приводит к тому, что ты в небезопасности, в сумасшедшей небезопасности. Что это значит, что ты не в безопасности? Это значит, что страшно. А ведь страшно. Страшно быть неудобным. Страшно говорить, что вы все гэ, а я тут молодец, и увидьте меня. Это страшно, это не каждый может сделать. Или не каждый может сделать так, чтобы, вы знаете, мне не нравится, что вы мне рассказываете. Мне не нравится ваше блюдо. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у меня есть мнение, и я вообще готов о нем говорить. Неважно, примут меня, не примут меня, отвергнут, неотвергнут. Понятно, что мы фильтруем, да, мы не можем сказать начальнику, ты знаешь, мне твой проект как бы не нравится. Переделай его. Это не про это. Но когда ты пытаешься все скрыть, все смолчать, к чему это приводит? Это обычно приводит к невротизму, еще большему невротизму. То есть ты вроде бы для других хороший, но ты можешь быть ужасным в семье, или ты можешь быть ужасным для самого себя. То есть ты можешь себя ненавидеть, себя кусать. А внешне, ну ты же божий одуванчик, ты же красавчик, ты же умничка девочка с золотой медалью, которая там что-то там делает. Но у тебя такая больная депрессуха в голове от этого, и ты вообще чувствуешь себя плохо от этого. Я тоже таких встречала в консультациях, и достаточно много, и знаю о том, как это бывает больно, трудно, и иногда страшно. Плюс, если ты понимаешь, что в твоей жизни происходят совершенно, совершенно какие-то такие вещи, которые тебе не нравятся. Ну вот не нравятся тебе твои нынешние отношения, не нравится тебе твоя работа, не нравится тебе. Это не значит, что ты должна все прям сразу взять и изменить. Но бывают моменты, когда ты вот прям, я такая хорошая, поэтому я всю жизнь, я всю жизнь буду работать на этой фабрике, потому что моя мама работала, моя бабушка работала, и я буду работать на этой фабрике. Да хрен с твоей мамой, с этой твоей бабушкой уже, которые отжили свою жизнь, а сейчас уже мир цифровых технологий. Не знаю, вы YouTube пропустят или нет, но я говорю всегда жестко. И если ты понимаешь, что да, я выросла из этого, я выросла, я могу идти дальше, бери и иди дальше. Бери и иди в другую область, тебе 30-40 лет, не важно, ну не важно. Это реально, это реально, если ты очень этого хочешь, и ты перестанешь бояться мира. Вот это правда, многие боятся мира, многие боятся, что с ними что-то случится. Я в консультациях столько наслушалась, у человека, у которого абсолютно здоровая генетика, он вообще здоровый, он просто ипохондрик, и постоянно уворчает. Человек, который боится постоянно заявлять о себе, говорить миру, он постоянно со своими высшими образованиями, своими супернавыками в какой-то, простите, жесть сидит на заводе, и там какую-то банку трет, и вместо того, чтобы открыть свой завод уже. И поэтому, если ты понимаешь, что у каждого внутри свой завод, да, и у каждого свои мысли, и они могут не всегда быть адекватными, мне спрашивают, Елена, Алена, подскажите, все ли сейчас адекватные? Я смеюсь и говорю, вы знаете, я бы сказала, что условно адекватными мы можем называть около 3% людей, остальные с какими-то историями, некоторые с неврозами, некоторые с психозами, некоторые, как я говорю, с историями, некоторые действительно с психическими нарушениями, а некоторые просто настолько затюканные жизнью и настолько уставшие, что им некогда поднять головы и вообще попробовать сделать что-то по-другому. Поэтому, если ты перестанешь быть хорошим для всех, кроме избранных тобой, тобой же, помни, тобой же, то, соответственно, ты сможешь выбирать, выбирать, вообще выбирать. Это же круто, когда твоей жизни ты выбираешь. Иду в этот ресторан, встречаюсь с этим человеком, делаю этот проект, что еще, ем мороженое, ну, что угодно, понимаешь, выбираешь ты. Если тебе это откликнулось, пиши комментарий и пиши, легко ли тебе быть хорошим, нехорошим, вообще какой ты, какой ты, напиши о себе и рада тебе.